Добрый день! Хочу поприветствовать всех, кто сегодня пришёл на наш канал. Я очень рада, что наконец-то мы сможем пообщаться с теми людьми, которые меня поддерживают, которые присылают очень хорошие, тёплые слова и в личные сообщения, и в ВКонтакте. На Фейсбук я сейчас не хожу, и Инстаграм тоже. И в основном это ВКонтакте, на сайт пишут тоже отзывы, или внизу видео оставляют отзывы. Очень много таких вот хороших, поддерживающих высказываний, комментариев, и я хочу вас поблагодарить. Конечно, они всегда нужны. Никогда этого мало не бывает. А вот те, которые не очень хорошие, оставляют отзывы, ну, у вас своё мнение. Конечно, вы имеете на него право, как любой человек. И это тоже хорошо. Я вас тоже благодарю, потому что любой отзыв продвигает канал, продвигает видео. Поэтому пишите и не стесняйтесь. Прежде чем поговорить о 23-м годе, я бы хотела сейчас подвести такой небольшой промежуточный итог. Из того, что было сказано, и что реально сработало, вот в какой форме оно проявилось. Давайте мы сейчас это обсудим. Я хочу еще обратить ваше внимание, что ниже вот этого видео выложен небольшой отрывок ретроспективного прогноза о вхождении урана в знак Тельца. Прогноз был дан от 19 мая для нашей аудитории, для студентов, 2018 года на 7-летний прохождение урана по знаку Тельца. Полное видео вы можете, конечно, увидеть на нашем канале от 2018 года. А этот небольшой отрывок называется «Актуальный ретро-прогноз об уране в знаке Тельца». То, что там было сказано 5 лет назад, очень, даже очень актуально именно сейчас, в 2023 году. Мы подошли к моменту, когда именно вот сейчас будет максимально активирована та тема, которую я раскрываю в том небольшом отрывке. Ретроспективном. Очень интересно послушать, как это виделось в будущем 5 лет назад. В общем, кому интересно, не пожалеете. Итак, вы на экране сейчас видите вот эти пункты, которые я хотела просто обозначить кратко. Это первое, что было сказано еще в 2005 году, но опубликовано было, конечно, позже, что мы не будем пользоваться долларом. И, как говорил Харе Кришна Дас, а доллара не будет. Он вам не нужен будет, и вы не будете им пользоваться. В принципе, так сейчас и происходит. Мы, население, доллар не используем. Или совсем минимально. Второй пункт, и, в общем-то, это было главное для нас, как для страны, самое главное для России, там было сказано, будет поворот на восток. В пророчестве было сказано, что на Западе ничего интересного и позитивного не будет. Запад будет в сильном кризисе, и ваше будущее все на востоке. То есть со странами Евразии, а в этом все ваше будущее. Следующий пункт, третий, и что самое главное для России, будет просвещение, воспитание, образование, потом армии, флот и медицины. На что сейчас все больше и больше стали обращать внимание. Тогда, когда давался этот прогноз, это звучало, то есть, да, все соглашались, что это звучит, да, это хорошо, но не было ничего сделано. И только сейчас появляются первые шаги в этом направлении. Четвертый пункт. В прогнозе от 2020 года у Харе Кришна Даса была такая фраза, я ее тогда не поняла. Ну, перевод сложный это понять. Можно, он сказал, что не надо строить очень высокие дома. Вам скоро будет, надо будет строить не высокие дома, а укрытие в земле. И сама земля будет вас защищать и помогать, спасать. И вот я тогда не сообразила, ну, мы же все-таки другое поколение. Я тогда не подумала, что нам придется рыть окопы и землянки. Вот в такой форме сейчас реализуется этот прогноз. И вот в тех видео от 2020 года, их две серии, первая и вторая, тоже вот еще один пункт, было упомянуто по поводу Африки. На тот момент, когда готовился прогноз, а это конец 2019 года, он готовился, а выпуск был 5 января и 13 января. В тот временной интервал еще никто из астрологов не говорил о значимости для России и ее будущего африканского континента. В общем-то, ну, насколько я знаю, из астрологов я первая сказала о значимости Африки в будущем. И об этом было упомянуто в пророчестве, что африканский континент будет активирован, и он сильно проявится в последующие года, в будущем. Его позиция, значимость будет очень высока в последующие годы, и для России это будет очень хорошо. Еще один пункт, шестой же, там в этих же видео было сказано по поводу цифровизации и искусственного интеллекта, что мы наиграемся в него, а потом поймем, так же, как и с опиумом в начале 20 века, опиум не считался наркотиком, а продавался в аптеках, а потом было повсеместно запрещение его. Так же будет и с искусственным интеллектом. Люди постепенно будут осознавать опасность его широкого применения. Сейчас даже предлагают взять мораторий, вот в этом году, уже в 23-м, на использование и продвижение искусственного интеллекта. Так что цифровизация и искусственный интеллект будут использоваться, но не так и не в том объеме, как это предполагалось еще год, два, три года назад. Эра цифровизации будет, но ровно настолько, насколько это может помочь человеку, но не взамен человека. Вот будет принцип «главное не навредить». Будут накладываться какие-то ограничения на использование этих технических средств. И сегодня мы уже видим первые наметки такие о том, что этот прогноз подтверждается. Еще есть один пункт из наших бесед с Харе Кришна Дасом, который я сегодня расскажу в самом конце. То есть это будет новое, то, что я еще ни разу не говорила. И вот о чем я еще хотела напомнить. Видео от 2020 года, где две серии. Я там говорила, что в 2023 году это будет наиболее сложный год по астрологическим комбинациям планет. Более сложный, чем предыдущие 2021 и 2022 года. Вот пришло время, и я предполагаю, что несмотря на специальную военную операцию, начавшуюся в 2022 году, в 2023 будет все-таки сложнее в том, что в стране понемногу созрели предпосылки к очень крупным изменениям. И тогда, в 2020 году я говорила, что вероятнее всего мировой финансовый кризис мощно проявит себя именно в 2023 году. Было сказано, что когда в мире будет бушевать финансовый шторм, в этот момент нам возможно, хочется сказать, что без слова возможно, а именно удастся выбраться из-под петли либеральной экономической системы. Финансовый шторм Россию тоже затронет, но не так сильно и будет проходить достаточно мягко для нашей страны. Потому что есть и другая сторона медали у специальной военной операции, так как мы за 2022 год стали менее зависимы от западных стран, стали более суверенными, и экономика за счет санкций в том числе тоже стала более суверенна. Мы стали менее зависимы от внешних обстоятельств. Не до конца, но все-таки уже эта зависимость уменьшилась. Россия стала сильнее, и это факт. Так что 2022 год был непростой, но в чем-то он сослужил нам хорошую службу. Для того, чтобы мы объединились, сами определились, и произошла мобилизация внутренних резервов. То есть сейчас идет этот процесс, мобилизация внутренних резервов. Но эта ситуация еще не доведена до конца. И вот в 2023 году это все будет разворачиваться в полном объеме. За счет этого 2023 год будет более тяжелым, и переживаться нам будет, возможно, более тяжело, в том числе и из-за того, что будет планетарный крест, большой планетарный крест сформируется на небосклоне, где участвует Плутон. Могут быть сильные землетрясения, какие-то техногенные катастрофы, катастрофы на море, цунами, возможно, извержение вулканов. Вот на Камчатке уже началось извержение вулканов, как начался новый прогноз, вернее, включился новый астрологический гороскоп на 2023 год. Вообще коллеги, астрологи, все уже высказались по поводу прогнозов на 2023 год. В принципе, каждый по-своему прав. Так как 2023 год будет настолько многоплановый и разноплановый, и сложный, что каждое высказывание частично будет по-своему уместным. Будет и то, и то, и то. Все наложится на 2023 год с переходом на 2024. Так как я строю прогноз по ведической системе, и год начался с 21 марта 2023 года, и будет длиться по 8 апреля 2024 года. Сейчас вы на рисунке видите ведический гороскоп на прошлый год, который был с 2022 по 23 год, по 21 марта. Раджа-йога Ямараджа, и одновременно же она, випарит Раджа-йога, должна была сработать, и должно было произойти нечто значительное и для России, и это как бы ведущая была нить в гороскопе России. Я ждала и не вмешивалась своими домыслами в прогноз, говорила просто, что будет нечто неожиданное, что повернет сильно ситуацию. И это сработало, даже не сразу догадалась я об этом. Мы ждали каких-то серьезных событий на поле боя, ожидали, что будет что-то связано с военным фронтом, но проявилось это совершенно по-другому. Значит, это более важное событие для нашего будущего. Это проявилось как приезд лидера Китая в Россию 20 и 21 марта. И этот визит окончательно сформировал, закрепил поворот России на восток, и сформировалась новая форма сотрудничества, ну, можно сказать, как бы коалиция, ну, скорее, я бы так сказала, новая форма сотрудничества наших стран для совместной взаимопомощи. Что-то осталось, конечно, за кадром. Мы не все знаем, и это проявится позднее. Это очень значимое событие для будущего всего мира и, конечно, для наших стран. Китай, кстати, верит в приметы, гороскопы, и не случайно была выбрана эта дата. В будущем от нее будет вестись отчет поворота событий. Вот так проигралась раджа-йога, и ее значение мы сможем оценить намного позднее. Эта особая йога проявилась прямо в последний день уходящего астрологического года. Вот я говорила, что всегда что-то свепорит из ямараджа-йога, и всегда это бывает очень неожиданно. И напомню, что ямараджа-йога, она формируется как соединение Сатурна и Марса только в восьмом доме. Ни в каких других домах она не считается в раджа-йога ямараджа. Теперь смотрим у нас на экране. Изображены два гороскопа вместе на 22-й и на 23-й год. Ну вот еще добавили Шатбалу. Здесь мы видим, как Марс из восьмого дома трансформации в гороскопе 22-го года переходит в десятый дом в годичном гороскопе России на 23-й, 24-й год. Это будет очень решительный год. Даже можно сказать решающий год. Посмотрите, какая сила Марса в Шатбале. Это максимальная из возможного. Сейчас у нас на экране новое изображение рисунков. Это гороскоп на 2023 год в южном стиле и в северном стиле, а также Шатбала. Анализ вунданного гороскопа сложный, можно даже сказать многослойный, с использованием специальных чакр. Но я вам расскажу уже выводы, так краткие, такое, после многоступенчатого анализа, на что нам нужно обратить внимание. В седьмом доме партнеров и врагов скопление планет, планетарный стеллиум сформировался в седьмом доме. Можно предположить, что планируются интервенции на территорию России и с разных сторон планируются, осуществятся они или нет, вопрос стоит открытый. Но то, что такие планы есть, а гороскоп показывает, что они точно есть. Может быть, с территории Польши на юге уже идет война, наша специальная военная операция, но может расшириться и подключиться еще страны на юге России, где могут идти боевые действия. На западе России, ну вот я предполагаю, что не решаться. Все-таки у нас достаточно много кораблей, которые располагаются в Балтийском море. А вот на северо-западе вполне возможно, или с моря север, вполне могут быть провокации. Ну, знаете, там, допустим, учение стран НАТО, летел-летел самолетик, ой, случайно заблудился, ой, а пока он заблудился, случайно бомбочка упала, ой, бомбочка взорвалась, ой, мы, знаете, вот не заметили, она случайно вот взорвалась, мы тут ни при чем. Вот, и даже извиняться не будем, потому что это вы помешали нашему самолетику, вы его ослепили, или еще что-то. Ой, заражение местности, ну, это тоже так вот случайно вышло. Поэтому все что угодно может быть. И вот, когда более глубокий данный анализ делается, то видно, что с севера могут быть провокации, там есть опасность. Вот, и даже может быть какой-то скрытый десант. Я, конечно, понимаю, что наши корабли там зашхерились хорошо. И те, которые стоят в шхерах, и те, которые на подходе где-то, и лодки, там у нас хороший флот, но могут быть диверсии, и на каких-то секретных объектах. И я бы так сказала, вот там на севере, как бы там в шхерах люди не расслабились. И бдительность никто не отменял в такие времена. Надо быть очень осторожным, так как Марс наивысшей силе, дикбала у России. Вот. И нам нужно проявить максимум, максимум быть наготове, а лучше, когда будут упреждающие удары с нашей стороны. И я даже предполагаю, что будут упреждающие удары с нашей стороны или со стороны тех, кто нас поддерживает. Не буду пока называть кто, но догадайтесь сами. Могу предположить, что будут очень неожиданные решения этих проблем. И они будут какие-то многоплановые, многонаправленные одновременно со стороны России. Я на это... То есть они в гороскопе видны, что это будет. Но в какой форме проявится, я, конечно, не могу сказать. Вот. Еще есть важная тема. Марс также аспектирует четвертый дом. Что, возможно, будут отменены... Это говорит о том, что, возможно, будут отменены какие-то моратории, потому что это связано с парламентом и с Конституцией. А также могут быть несены новые изменения в Конституцию. Но возможно, что будет принята вообще новая Конституция, так как осенью исполняется 30 лет той Конституции, которая была принята в 93-м году еще Ельциновская Конституция. И вот исполняется 30 лет, один цикл Сатурна, и пришло время заменить ее. И Марс в этом решительном шаге поможет. Но 2023 год настолько сложный, что провести всенародные обсуждения будет трудно. Поэтому возможно, что это отодвинется на 2024 год. И все же по этой теме изменения какие-то начнутся. Кстати, уже в этом астрологическом отрезке была принята новая внешнеполитическая доктрина, уже после 21 марта 2023 года, когда начал работать новый астрологический гороскоп на 2023 год. Также могут быть новые изменения в образовании. И самое главное, что возможно будут изменения в идеологии. То есть на 2023 год похоже, что мы начнем делать какие-то шаги. И в 2023 году ложь, обман будет настолько сильный. То есть вот мы считаем, что сейчас просто кругом одна ложь и обман. Но 2023 год еще больше усилит этот аспект. И придется какие-то вносить ограничения для защиты населения. Поэтому идеологические шаги, они будут просто востребованы, в отношении самой нашей ситуации. И все же мы придем, возможно, к тому, что будет СМЕРШ. Ну, это может быть слово уже нарицательное, но что-то, какие-то комитеты для восстановления справедливости. То есть, ну, про СМЕРШ я, конечно, шучу. То есть кто-то ждет, а кто-то не ждет. Но управление в стране и в армии станет жестче. Военные действия в 2023 году продолжатся. Их стратегия с помощью сильного Марса сильно изменится. Ну, не знаю, насколько сильно и не сильно, значительно изменится. Вот мой вывод такой, что значительно изменится. На экране у нас следующие рисунки. Это вместе два гороскопа в тропическом зодиаке вестийская система. Первый – это гороскоп на весеннее равноденствие, а второй гороскоп на 18-19 мая 2023 года. У нас сейчас в марте-апреле, вот поэтому приведен гороскоп на весеннее равноденствие, сформировался парад планет в знаках рыб и овна из малых и больших планет. Вот вы сейчас можете видеть скопление рыбы и овен. Сила гравитации, их масса, тянет на себя энергию и создаются возмущения на Солнце, вспышки на Земле, землетрясения. Затмение Солнца 20 апреля, вот это скоро уже, и Луны 5 мая – это как бы пик энергетического воздействия на Землю. Конечно, ожидаются, и все астрологи высказались за то, что в это время возможны какие-то очень такие крутые события на поле боя, на военные операции. А может быть, и не только в нашей специальной военной операции, но и в других областях. Это же мировая ситуация, это по всему миру. Поэтому здесь очень опасный период из-за скопления планет в знаках рыб и овна. Но вот я предполагаю, что в событиях, скорее всего, это может сильнее проявиться вблизи, когда Юпитер войдет в знак Тельца в тропическом зодиаке. И вот это приходится на 18 мая, а также 19, 20, даже вплоть до 25 мая сформируется большой планетарный крест на узлах Плутонии и Марсе. Это очень опасный период для Земли, как для планеты, и также для военных действий. Могут быть, вот я уже говорила, но еще раз повторю, что здесь может быть? Сильные землетрясения, пожары, наводнения, техногенные катастрофы на Земле. Вследствие этого также могут быть какие-то болезни, потому что если произошла какая-то катастрофа, то что-то может случаться с населением. И на море, возможно, цунами, извержение вулканов, а также взрывы вблизи атомных объектов, вплоть до того, что там, где была Земля, может возникнуть море. Очень опасный период. Лично меня очень тревожит Байкал. Вот трудно объяснить, почему Байкал, но Байкал меня тревожит. Почему? Потому что там тоже такая зона, где могут быть землетрясения. А это все-таки резервуар с кристально чистой водой. И как бы это место не было потревожено, и вода была чистой, осталась у нас. Но возможно, что Байкал, это не в этом году, это чуть-чуть более отдаленный период. Но вообще это место Байкальское меня тревожит, чтобы оно было в сохранности. Вторую карту я давала еще три года назад, в видео от 2020 года. И говорила тогда, что это очень опасный период, с 18 по 25 мая, особенно в 2023 году. Я упоминала тогда еще про Уран в Тильсе. Еще расскажу, что стоит посмотреть тот отрывок об Уране в знаке Тельца. Итак, в 2023 году Уран будет делать петлю вокруг своего градуса падения. Это самая низкая, самая опасная своим деструктивным влиянием точка. Уран, вот я говорила, что как раз подойдем к этому разговору, так что же будет делать Уран в этом году? Ну, я перед этим перечислила уж, я вообще все перечислила, что только может быть. Но Уран – планета непредсказуемости, и поэтому может быть даже то, чего здесь не перечислено. Уран, вот эту точку самого низкого своего положения, градуса падения, будет проходить с 9 июля по 15 августа 2023 года. В этот же интервал попадает тот срок, который указал еще Афган-Федик, на 17 июля. Там просто будет новолуния, которая будет достаточно опасна. И Уран будет в этой точке, которая будет способствовать негативным событиям каким-то. Далее, с 12 сентября, то есть небольшой перерыв, и с 12 сентября по 22 октября. И там еще будут затмения. Последний транзит на выходе Урана из этой зоны будет с 25 апреля 2024 года до 11 мая 2024 года. То есть это очень длинная петля. Вот три интервала вы там выпишите себе. Это достаточно опасный интервал. Это период, когда Уран в одночасье может перевернуть ситуацию. Уран в Тельце разрушает старую финансовую систему, а также он управляет техникой, космосом, взрывами, подрывами, техногенными катастрофами, самолетами, спутниками, астероидами. В общем, всего не перечислишь. Уран – планета неожиданностей и новшеств. Что Уран еще придумает, чтобы взломать устоявшую систему, пока предположить трудно. Еще при этом Нептун, колебатель Земли, это вот осенью будет, осенью будет вблизи с Сатурном. Соединений не будет еще, но они будут недалеко. С Сатурном – планетой кармы, и поэтому вот осенний период для всяких землетрясений, техногенных катастроф, пожалуй, даже опаснее, чем весенний. Я думаю, что в такие периоды надо быть там, где вы живете, где вы есть. Не надо ездить никуда. Дома и стены помогают. Можно быть на даче, на речках, озерах, которые есть рядом с вами. И лето провести дома, без поездок. Есть же рядом с вами дома отдыха, турбазы какие-то. Вот рядом с домом надо быть. Поэтому я не советую никакие отдаленные поездки. Вот просто быть дома, недалеко. На дачу поезжайте. Ну, у кого дача есть, а так можно просто на какие-нибудь дома отдыха и турбазы. Итак, подведем общий итог. В 2023 году нас ожидает усиление мирового финансового кризиса вплоть до полного краха. Но это мало затронет Россию. Готовятся интервенции, но есть возможность их предотвратить решительными действиями. Возможна смена стратегии военных действий со стороны России. Возможно внесение изменений в Конституцию или подготовка вообще к принятию новой Конституции. Природные катаклизмы. Меня спрашивают друзья, а может быть так, что сильных природных катаклизмов не будет и финансы устоят? Ну, конечно, может быть. В 2023 год все возможно. Но отменить эти события нельзя. Они могут просто затянуться во времени. Но, конечно, было бы хорошо, что финансовый шторм отдельно, катаклизмы отдельно. А если это все одновременно случится, конечно, это будет очень сложно. Хорошо, чтобы это было рассредоточено во времени. Но, в конце концов, это не нам решать, не мы решаем, а наши небесные водители. Вот еще, что я хотела вам сегодня рассказать. Я обещала в самом начале, что будет еще один пункт от Харе Кришна Даса, который очень пока будет смотреться или слушаться, как некоторая сказка. Но именно потому, что это необычная информация, я хочу напомнить один маленький эпизод, когда это было про доллар и как оно сработало. Просто, чтобы это вы увидели, услышали, как даже в деталях в некоторых Харе Кришна Дас бывает очень прав. И вот когда был разговор о долларе, у меня же это был вообще 2005 год, это очень тогда поразило, и я сказала ему о том, что вот у нас сейчас в России на каждом углу обменные пункты. Но это повсеместно во всех городах. И что вы хотите сказать, что доллара не будет, и мы не будем им пользоваться? Вот я выйду из дома, и обменных пунктов не будет. Он говорит, да, выйдешь из дома, и их не будет. То есть они будут там где-то, может быть, в банке, то есть это будет минимальное использование, и обменников не будет. И то, что сейчас действительно это так, мы нигде не видим эти обменные пункты, и, в общем-то, вот нас, население, это не очень даже интересует. И вот теперь новое, что я хочу сказать, это тоже было в одной из встреч нашей с ним, и он как-то так внезапно говорит, Россия будет большая. А в тот момент, это, кажется, разговор был 2007 год. И если помните, Россия, она как бы была минимальна в своих границах в 2007 году. Он говорит, Россия будет очень большая, и вас будет очень много. Но я ещё не подозреваю ничего, и спрашиваю, а как много? А он говорит, а вот как в Индии? А я говорю, как в Индии? В Индии же миллиард. То есть это невероятно. Он на меня так смотрит и говорит, ты не можешь поверить? Я говорю, нет, я не могу поверить. И тогда он говорит так, а скажи, а в 500 миллионов ты можешь поверить? Ну, я так думаю, ему всё-таки половина, 500 миллионов может быть и можно. Может быть. И он говорит, ну, хорошо. И надо напомнить просто, что Харе Кришна Дас – это ситха-баба, и он великий махатма. Поэтому он очень может много. Его благословения, они очень сильные. Он поднял руку, вот так вот, как это принято в Индии, в благословении, и сказал, прочитал мантру, и сказал, хорошо, смотри, ты согласилась на 500 миллионов. Так и будет. Но на самом деле вас будет больше. И Россия будет очень большая. и вы будете жить очень хорошо. У вас будет много таких средних городов, много-много средних городов, и у вас очень сильно увеличится рождаемость. То есть у вас будет просто бум рождаемости где-то приблизительно в конце 20-х годов, может быть, чуть-чуть позже, но рождаемость будет очень большая. Вы только и будете принимать души, их воспитывать, обучать, строить дома, дороги, обустраивать свою землю, обустраивать свою большую Россию. И вы будете жить очень хорошо. У вас будет очень продвинутая, очень развитая цивилизация. Я спросила ещё, Харе Кришна, да, скажите, пожалуйста, а откуда же столько людей возьмётся? На что там беженцы какие-то будут или вот пугают Китаем, китайцы к нам придут? Вот откуда люди возьмутся? Вот как так может быть? Вот. И Харе Кришна да сказал, что это будут все ваши русскоязычные. Никто вас не захватит. И Россия будет очень большая. И с Китаем вы будете дружить. То есть у вас будет сотрудничество, взаимопомощь. Но ваши культуры перемешиваться не будут. То есть у Китая свой путь, а у вас будет свой путь. Фактически до конца 21 века только будете заниматься тем, что вы будете принимать эти души и обустраивать свою жизнь. И жизнь будет очень хорошая. Вот такое неожиданное высказывание. Я его не озвучивала, потому что кажется, что это невероятно, но это можно объяснить с точки зрения астрологии. Транзит Плутона по знаку Водолея и по следующему знаку Рыб, который займёт как минимум 40 лет, так что где-нибудь достаточно на большой срок это может дать бум рождаемости именно в России. И ещё Харе Кришнадас говорил, что все будут стремиться приехать и родить у вас в России. Это будет очень престижно, это будет очень выгодно. Будут приняты определённые законы, которые будут этому способствовать. Какие выводы мы можем из этого сделать? Из этого сделать вывод прежде всего, что Россия устоит, и мы победим, и никто её не захватит, не расчленит и не сможет нанести вред, что у нас будет Россия большая, будет много людей в России, будет развита наука, образование, восстановим своё образование, что русская культура будет развиваться, и что она будет существовать, и все её будут любить. У нас будет русскоязычное государство, никакая другая культура не может нам навредить или как-то оказать пагубное влияние. Поэтому то, что сейчас называют русофобию, это уйдёт в историю. А русские будут уважаемы, и это будет очень цениться, и все будут стремиться в нашу страну. Это такой прогноз давний, но сейчас он подходит к своей реализации, потому что там, да, ещё хочу напомнить, что в пророчестве не указаны года. И поэтому в конце 20-х годов Харе Кришна, да, сказал, ну так он эту ситуацию видит, что это начнётся. А вот я спросила, говорю, ну я, наверное, не застану уже такое. Он говорит, ну, начало застанешь, увидишь, как это будет реализовываться. Вот, и поэтому я хочу сказать, что нам нужно в этом 23-м году внутренне мобилизоваться всем, собраться. Это очень такой год, когда нужно сделать много очень решительных, сложных шагов, и мы должны, что называется, взяться за руки, друг друга поддерживать, для того, чтобы мы выстояли. Россия всё равно выстоит, вопрос во времени. То есть, если мы будем поддерживать друг друга в этом направлении, в направлении развития русской культуры и всего, что связано с русскоязычной культурой, то просто это будет быстрее. Всё. На сегодня подписывайтесь на наш канал, потому что у меня не часто выходят видео, ну, из-за моей загруженности. Поэтому, если вы подписаны на канал, то вы не пропустите новые выпуски. Можно также в ВКонтакте, там есть группа, называется Астроинститут, в Телеграме тоже группа Астроинститут, даже Гугл мне присвоил псевдоним Астроинститут. Ну, или по фамилии Светлана Рассушина, у меня редкая фамилия, вы всегда можете меня найти. И всего вам доброго!